Вкуски Вкуски Настоящих буйных мало, вот и нет лужаков, да, а этих буйных, которые могут быть лужаками, а все остальное стадо, а значит, где тут политические партии, Единая Россия, или там ЛДПР, которые любят лужаками, ЛДПР, коммунисты, они зачем нужны, когда управляется все, понимаешь, значит, оператором, значит, электронных систем, циферин, вы не нужны, вы думаете, что вы там, значит, пойдете там, пойдем выбирать туда, значит, что-то голосовать, А это все старое, это кто, это все придумали там, значит, древние греки, значит, с этой демократией, она уже кончилась, уже не надо уже, какие выборы, всем сказали, что это уже, понимаешь, что все это фикция, А у нас что? Как работает политическая система Российской Федерации? Она же так же работает, там все это, фиксеры же, какая там свобода выбора? Никакой свободы выбора нету. Если бы, понимаешь, накрученные, значит, всякими, значит, технологиями, оболванивания, стадо надо пасти. Ну, добрые пастыри, они ведут там, куда надо, на выборы все, все на выборы, все на голосование, все проголосовали, ну, как же, ну, вы хотите кушать? Конечно, хотим. Все, проголосовали. Дальше сказали, вы хотите кушать лучше? Опять пришли, опять проголосовали. Ну, кто же скажет, что мы не хотим кушать? Ну, никто не скажет Вы хотите свободы? Да, хотим свободы Опять все пришли проголосовать Вы хотите, понимаешь ли, порядка? Да, опять все пришли проголосовать Система развалится не потому, что за нее проголосовали А потому, что это пустое Это фикция Почему фикция? Потому что это технология Это технологии Революции осуществляются не методом похода к этим самым, к избирательным урнам Урна, ведь сказали, что урна Избирательный урн, это туда, куда окурки бросают Вот слушайтесь в это вот Это куда окурки бросают Вот это что такое избирательный урн Поэтому смена режима происходит всегда насилием Всегда насилием Никто не скажет, да-да, демократическим путем Сейчас все проголосуют, все ура-ура, все по закону Я к чему призываю, ни к чему не призываю Хотел с вами посоветоваться по поправкам в Конституцию Вы знаете, что процесс внесения изменений в основной закон был инициирован в послании Федеральному собранию, все вы с этим хорошо знакомы Затем законопроект с конкретными поправками был внесен в Государственную Думу И одобрен депутатами в первом чтении Была создана рабочая группа, как вы знаете, по подготовке предложения внесения поправок в Конституцию Сегодня, уважаемые коллеги, хотел бы попросить вас солидированно поддержать законопроект По внесению поправок в Конституцию Российской Федерации во втором, но затем и третьем чтении Поправки по Конституции будут вынесены 22 апреля текущего года на общероссийское голосование То есть практическими, практически авторами этого закона этих решений должны быть граждане российские У нас появляется такой серьезный пакет, мы имеем, по-моему, на 24-25 листах И это вообще не высленно, даже технологически это не высленно Не может быть бюллетенем, который состоит, будет состоять в 30% лет И поэтому, то есть, это мы все равно рассказать будем делать, как бы мы все Но мы хороши, и мы же так любили, но мы понимаем, очень интогрентно И не придумайте решить метод, кажется, цена об этом, потому что мне его на деле нравится Или все-таки я просто возьму на метод на силу на него, а у человека, на нервную тему Мы примитиваемся, на самом деле у каждого человека есть один опыт И у нас, и на своем помощи, совсем пакетом, размышляет, посмотреть, что почему, для себя не счастлива. Что перевешивает в целом? То, что меня огреет, и то, что я поддерживаю, я сейчас не знаю, кто-то, кто-то, кто-то. Что же такое? И что-то, когда-то, когда-то, когда-то я не знаю. Элла Александрова взяла, да, и выдала внезапно, подобно Каменеву и Зиновьеву, все задумки власти. Задумки власти следующие. Выдать на гора в общество такого рода абсурд, который не имеет никакого значения политического, не имеет значения социального, который вообще не имеет значения, потому что, как не соблюдала старая Конституция, что бы там ни записано, это никак не меняет суть и содержание российской политической социальной системы социального классового угнетения. И господство транснационального капитала при посредничестве компрадорской буржуазии, изображающей из себя какое-то там патриотическое начало и охранителя российской цивилизации. Моя позиция следующая. Нас всех волнует вопрос, почему это так срочно? Что за спешность такая? Он болен? Он уходит? Он остается? Как? Что там? Что? Американские выборы? Я думаю, что все гораздо проще. Одна из версий. Сейчас все набрасывают версии. На самом деле они хотят посеять хаос и раздоры в обществе, прежде всего, в среде оппозиции. Они подсчитали и поняли, что и в 20-м году, и в 21-м, да и к 24-му с их рейтингами, с медведевским правительством, которое имело рекордно низкий в истории рейтинг, с пенсионной реформой, с мусорными протестами, которые развиваются и разворачиваются по всей стране, они нас заставляют на левом фланге обсуждать несущественные вещи. Вот не имеет никакого значения, поддержим мы это или не поддержим. Но внутри КПРФ, внутри левых сил, внутри оппозиционных сил администрации президента навязывается дискуссия. Через своих каких-то, вот мы должны манипулировать, мы за, мы против. Это вообще не имеет никакого значения. Потому что самое главное, это на самом деле выборный процесс. Они очень боятся муниципальных выборов 2020-2021 года. Скорее всего, они выборы назначат на сентябрь 2020 года. Им сейчас это выгодно сделать, потому что, во-первых, у оппозиции нет денег на эти выборы. Единая Россия, естественно, пользуется неисчерпаемой теневой кассой из бюджета, которую никто не считает и которая просто не имеет никакого там исчисления, плюс административным ресурсом. То есть они хотят сейчас нас втянуть, я обращаюсь к моим товарищам полеопатриотической оппозиции, в бессмысленные, бесплодные пререкания друг с другом по поводу того, голосовать, не голосовать, поддерживать, не поддерживать. Я считаю, что это не имеет значения, поймите, я лично не пойду. Мы находим в ситуации некого художественного акта, который нам придумали там Сурков или Кириенко или Ефим Островский, я не знаю, кто там. Вот у них в своем время книга была любимая у методологов, книга «Железная хроника Амбера», где там принцы Амбера существуют в центре как бы реальности, а вокруг такие искаженные миры, где живут такие человечки и разные существа. Но только они в этой реальности, очевидно, это администрация президента, и являются принцами Амбера и владеют пониманием подлинного. Нам же предлагается бесконечно блуждать по этим зеркальным отражениям. Поэтому еще раз подчеркиваю, сейчас нет смысла обсуждать, как должна голосовать фракция КПРФ или ЛДПР или «Справедливая Россия». Нет смысла обсуждать, пойдете вы не пойдете на это мероприятие, которое не имеет никакого значения, ни судьбоносного, ни актуального политического. Задумайтесь. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ